Привет! Сегодня понедельник, и это значит новое видео от меня. На этой неделе тема «Токсичная маскулинность» и что я думаю по этому поводу. Для начала, собственно, о том, что собой является маскулинность. Это набор признаков или поведения, которые в обществе типично считаются мужскими. Среди таких вещей есть нейтральные, есть положительные, а есть и те, которые приносят вред. Яркий пример. Мужчины не плачут, мужчины могут тягать тяжести, мужчины агрессивны. И общество впечатывает нам в мозг эти вещи, и они становятся частью нашего мышления. Точно так же, как и тех, кто нам эти мысли навязал, и мы их передаем дальше новым людям. Транслируем всю эту фигню. Так как я нахожусь на заместительной гормональной терапии, я могу подтвердить тот факт, что тестостерон несколько влияет на эмоциональный фон, он его притупляет. Может быть, некоторые эмоции меняются между собой местами в разные ситуации. То есть я понимаю, что я должен был вот здесь реагировать так, а теперь я реагирую по-другому. Да, гормональный фон на это влияет. Но это всё же не в таких кардинальных масштабах, чтобы можно было говорить о серьёзных различиях между тем, как ведут себя мужчины, и какие эмоции испытывают и женщины. И тем не менее, мальчиков с детства учат не плакать, не истерить, вести себя спокойно, держать себя в руках. А между тем, держать в себе негативные эмоции очень вредно. Ну вот, если кто-то знаком с психологией, то может подтвердить, что непрожитые, глубоко задавленные в себе негативные переживания, они оседают в организме в виде психосоматических заболеваний, таких как гастрит, например. Ну, также приводит к депрессии, психозам и прочим очень негативным вещам. Ну, я думаю, с этим связана та статистика, по которой средняя продолжительность жизни для мужчин ниже, чем для женщин. Ну, ещё что может повлиять на такую статистику. Вот, например, в Украине есть список, большой список, там больше 400 профессий, незапрещённых для женщин. Я этот список однажды читал, и там в основном профессии, связанные с тяжёлым и вредным физическим трудом. Ну, это потому, что традиционно принято считать, что мужчинам самоотверженно нужна такая работа. Женщин мы не посылаем красить корабли и работать в шахтах. Ну, естественно, это не сказывается на здоровье и продолжительности жизни позитивно. Вообще, мужской гендер в буквальном смысле купается в поощрении насилия, рискованного поведения, пьянства. И это всё тоже очень негативно. Как можно себя от этого отгородить? Я лично стараюсь прислушиваться к своему здравому смыслу и анализирую те требования, которые мне предъявляют другие люди. И если эти требования могут мне каким-то образом навредить, я их игнорирую и советую это делать другим. Ну, и когда мне говорят, да ты же мужик, вот возьми и понеси этот 50-килограммовый ящик, я без зазрения совести отвечаю, извините, этот ящик для меня слишком тяжёл. Ты же мужик – это вообще наитипичнейшая и самая распространённая токсичная манипуляция. В общем, здоровья вам и желаю, чтобы никто не использовал ваш гендер для манипуляций и нанесения вам какого-либо вреда. И до следующего понедельника. Пока. Субтитры подогнал «Симон»